Добрый день, друзья! Для сегодняшней самоделки нам потребуется громкоговоритель, абсолютно любой. Чем больше, тем лучше. Светодиодная лампа, самая обыкновенная, на 220 вольт. Ну и, соответственно, патрон для этой лампы. И наматываю провод на катушку динамика. Чем больше витков, тем лучше. Витки можно мотать в навал. То есть, не обязательно, чтобы виток был к витку. Как получится. Второй конец провода припаиваю к второму выводу динамика. Именно подобное видео прислал мне один из моих подписчиков в инстаграм. С просьбой разобрать его и объяснить, как же так. Как же от простого громкоговорителя зажигается лампочка. Фонарик. Вот и весь секрет. Это может быть лампочка с аккумулятором, которая якобы вкручивается в патрон и светится. Подобного рода видео прислал мне один из моих подписчиков. Вообще, за время существования канала таких видео мне присылали гигантское, гигантское количество. Разумеется, это все чушь. Запомните главный закон физики. Энергия никакая не может взяться ниоткуда. Точно так же никуда она не может и деться. Тем не менее, крохотная доля истины в этом есть. Подключим к громкоговорителю вольтметр. И начнем аккуратно перемещать диффузор. Как можно заметить, небольшое напряжение все-таки возникает. Но оно настолько ничтожно, что в качестве энергии его можно назвать с большой натяжкой. Разумеется, не сложно догадаться, что чем больше громкоговоритель будет, тем больше у него магнит, тем больше у него катушка и так далее. Тем больше, соответственно, напряжение он способен выработать. Бешеное напряжение. В любом случае, зажечь даже крохотную лампочку, такой способ просто не способен. Невозможно это. Одним словом, не верьте всякой лабуде. Думайте всегда холодной, трезвой и своей, самое главное, головой. До новых встреч. Жму руку на посран. Пока.